Ну, что можно еще сказать? Теперь главная загадка, куда все делись? На самом деле, вот я тут немножко некоторые цифры привел в этих вот слайдиках, если кто его прочитал, понимаете, у нас было очень много населения здесь служивого, военного, с пищалями, с луками, с чем угодно. Ну вот, куда все подевалось, как бы, потому что в восемнадцатом веке уже как-то мирные города, в общем, такие обычные мещанские. Не, ну смута, конечно, поработала очень сильно, потому что в смуту очень много у нас казаковать ушли на Нижний Дон, стали вольными казаками, это очень многие люди. Но, и служило население, конечно, сократилось значительно. То есть, если у нас вот в шестнадцатом, в конце шестнадцатого века еще были несколько тысяч детей боярских, тут уже, ну как, ну там это, для каждого города, конечно, надо думать, ну в смысле разбираться отдельно, по-своему там, но… Ну, это самое, смута, конечно, выбило, ну и буквально выбило, то есть погибло много народу, ну и кого-то пленили, кого-то там, причем пленили у нас были и литовские погромы там, и запорожцы к нам ходили, знаменитые Сагайдачного, вот, то есть эти вот всякие процессы, они очень… ну и, соответственно, про возобновившиеся, после там какого-то затишья времен Бориса Годунова, набеги Нагаев и Кремчаков, вот, они, конечно, тоже очень подвыбили там, например, в 1622 году, когда уже началось возрождение тут службы Украины, то есть поставили полки в Дидилове, в Туле. Не очень большие отряды пришли, значит, сюда, но устроили тут такую фуру, что, в общем, они взяли огромный полон Вадоеве, Епифане, Дидилове и под Тулой и ушли с ним, и воеводы не смогли их догнать, после чего началось разбирательство, кто виноват, что там делать, ну и в следующем году, к честью царских чиновников, воевод, в общем, изменился регламент службы, то есть начали… усилили, во-первых, усилили этот рубеж, ну а тут надо сказать то, что в 1622 году ждали литовского нападения, ну, с Польши, царевич Сигизбунт еще был, или царь, король, королевич, вот, и поэтому очень много народу угнали туда, на западные рубежи. Вот, ну а в 1623 году, конечно, уже изменили регламент, начали более строго относиться ко всей службе, усилили, во-первых, увеличили число легкоконных соединений, то есть до этого у нас были либо пехота, очень много тяжелой конницы, и которая, естественно, не смогла догнать татар хотя бы даже и обремененных палом. Ну вот, и это был вот не последний, так сказать, набег, который очень сильно сказался на развитии края, там и в 1631 году был набег и позже, но уже, конечно, после перевода, в общем мы к этому как бы подходим. Вот в 1635 году началось строительство белгородского рубежа, белгородской черты, куда, ну так конкретно это пока нельзя сказать в процентном соотношении, в каком-то еще, ну десятками стрельцов, казаков и детей боярских переселяли просто людей. Ну вот это карта, ну очертание белгородского разряда, так называемого, который был создан как раз после строительства этой черты, она проходила где-то здесь, но сейчас я ее еще покажу, но это карта начала 18 века, вот здесь вот, вот существует город Епифань. Ну а в следующем, на следующем можно как раз все и увидеть. Вот белгородская черта, вот у нас Ефремов, Чернь, Дидилов, Епифань, Донков, он так чуть-чуть, потому что Донков тоже строили, например, Дидиловские казаки, которые потом многожды пытались бежать оттуда на родину, их возвращали, заставляли строить крепость дальше, служить там. И то есть, и вот такие вот процессы проходили постоянно, с развитием строительства крепостей на юге, переселяли вот в тот же Донков, в Елец, Елец строили тоже наши люди, Усмань, Орлов, Урыв, Усерд, Яблонов, Короче, Карпов. Это вот, по крайней мере, те крепости, по которым я видел документы о переселении наших и стрельцов, и казаков в те места, причем десятками человек. И поэтому, соответственно, в то время, ну, наш край уже перестал быть рубежом, перестал быть оборонным. Он потерял свое значение, и, естественно, население начали туда переводить просто на службу. Кроме того, началось, ну, в это время был кризис как раз дворянской конницы, даже дворяне, ну, дети боярские, которые спрещали и обслуживали, уже не могли должным образом исполнять свои обязанности. Очень многие беднеющие дети боярские записывались в солдаты и рейтары полков так называемого нового строя. Ну, создание их началось, наверное, со Смоленской войны в 1632 году. Вот. А потом с какими-то перерывами это прекращалось. Ну, и в концу сороковых годов, наверное, возобновилось вновь, и туда начали записываться эти наши дети боярские и служили уже, естественно, там. Часть там оставалась. Хотя долгое время вот этот белгородский разряд, вот эти вот границы, они не зря существовали полвека. Потому что, как бы, все жители этих городов в пределах его обязаны были поставлять продовольствие, снаряжение, какие-то, ну, в общем, всякие тыловые штуки и в том числе поставлять туда население. Ну, и очень многие города, которые были центрами дворянских корпораций, они начали вот туда записываться массово в солдаты и рейтары. Ну, рейтары – это конные солдаты, в общем, с пистолетами и мушкетами. Служба им была, как бы, знакома, и поэтому вот и началось. Ну, и что ж, ушли над вооруженной силой, но тут осталась куча народов, которые не захотели служить. Об этом часто забывают, но на… они сидели на своих землях, но, как правило, это были самые беднейшие части. Ну, то есть те, которые побогаче, они служили, служили, и потом в процессе выдвинулись, выбились в дворяне. То есть мы имеем массу фамилий, которые произошли от детей боярских, старших статей, ну, которых сейчас там дворянские роды, знаменитые, там, и Тургеневы, и Толстые, например, там, сухотяны, ну, и так далее. Вот. Ну, остались их, может быть, даже родственники, которые были победнее, которые не могли потянуть службу, ну, причем вдали от своих земель. И вот как-то так остались… – Фланисты. – Что? А? – Фланисты. – Нет, это не фланисты. Их назвали «однодворцами». То есть это своеземцы или «однодворцы». И вот эта прослойка у нас была весьма и весьма богатой. То же самое, не только дети боярские, и казаки, и стрельцы, то есть они оставались, теми же слободами жили, и потом их начали куда-то переселять, что-то с ними пытались делать. Ну, и постепенно сложилась такая особая однодворческая культура, что ли. Конечно, больше ею занимались выходцы из более южных уездов, из губерний в 18-19 веке. А у нас почему-то об этом позабыли, но хотя у нас существовал такой пласт населения, и вообще «однодворцы» – это была такая интересная прослойка. То есть, во-первых, то, что у них были, в общем-то, запрещены браки между «однодворцами» и кем-то еще. Пусть даже дворяне. То есть, у них были браки внутри вот этих корпораций. Ну, понятно, не внутри одной слободы, а внутри корпораций уезда. То есть, ну, только это должны были быть однодворцы. Ну, и как мне рассказывали, моя прабабушка говорила, ну, это нельзя, это вот надо как-то. Просто я сам из этих. Ну, вот. И к «однодворцам» начали применять особые подходы. Ну, во-первых, там упрощение службы. Ну, их все все равно брали на воинскую службу, когда уже пошла рекрутчина, но они давали с большего количества дворов, например, человекам. Но это была не совсем рекрутчина. Ну, во-первых, их часто вот направляли в гвардейские полки. Но это я уже в XVIII век имею в виду. То есть, как бы вот еще в конце XVII они жили, а в XVIII уже началась растворение. Вот в том, например, в Лейгварде Измаевоцкий полк, еще там какие-то, а? В Семеновске нет. Это не настолько, по-моему. Ну, в общем, скажем так, некоторые однодворцы выслугой могли добиться дворянского звания. То есть, возвращались уже между дворянами в те же места. И поэтому как бы вот дети боярские, какие-то стрельцы или казаки начали теряться. Потом с продвижением, вот дальше тут раз, украинская линия. То есть, белгородский разряд закончил свое существование. Ну, там изюмская черта тоже потеряла значение. Начали строить украинскую линию. Это южнее Харькова и Полтавы. И вот видите, тут прям, значит, Ливинская, Ряжская, Козловская, Белевская, Орловская, Ефремовская, Михайловская, Тамбовская крепости. Так и были названы. Ну, видимо, по этим, по контингентам. Ну, были созданы несколько ландомилицейских полков, в том числе Белевский, Ефремовский. Сейчас, честно говоря, не совсем помню, но несколько полков, которые происходили с нашей территорией. То есть, это уже было такое, то есть, не то, что вербовка, но набор почти как рекручен. Ну, вот он тоже, вот эта ланд-милиция, это все-таки не армия. Это как бы такое, почти как фолькштурм. Ну и, соответственно, ну я не стал уже тут просто после украинской черты, там была создана Днепровская черта, куда их тоже начали переселять. То есть, это все брали из однодворческих хозяйств, семейств. Ну, а впоследствии однодворцев начали активно привлекать к освоению окраин Российской империи уже на казачьих, на территории казачьих войск. Вот вы можете посмотреть, куда теоретически могли попасть наши жители, ну, наши потомки служилых людей 16-17 века с нашей территории. Это Новороссийская, Черноморская, Кубанская, Азовская, это Гребенское казачество по Кавказу. На Кавказских линиях однозначно было очень много однодворческих, даже, как это, землячества. Ну и, соответственно, тут, честно говоря, не помню уже тут и Оренбургская, Уральская, Сибипалатинская, Забайкальская, Приамурская. В общем, доходили уже до тех... А сейчас я вот вам, может быть, покрупнее, будет видно, где какой войск. В принципе, в каждом войске могли... Ну, единственное, что, вопрос в том, что надо это, конечно, исследовать более подробно. Все эти сюжетные линии, то есть, куда могли или попали точно. Но, скажем так, много раз встречал в краеведческой какой-то литературе, переписке, сейчас же все-таки интернет всякие разные штуки выдает. И встречал, что там вот какие-то фамилии встречаются именно на Южном Урале, там, в Оренбурге, там, да, или где-нибудь в Приамурье. Наши фамилии, которые, в общем-то, корни могут иметь именно в наших казаках. Ну, а вообще, этим... Это вот любит отслеживать Александр Никитович Лепехин, который сам из Дедилова и продвигает эту Дедиловскую тему. Вот, меня заставляет этим заниматься. Я, в общем, не против, только времени не хватает иногда. Вот. Но, вообще, вот это довольно интересный, мне кажется, вопрос. И, в данном моменте, мы, по крайней мере, вот, на одну загадку, разгадку нашли, мне кажется. Ну, и еще, вот, вы можете посмотреть фрагмент карты. Ну, к сожалению, он очень мелкий, он был сделан для большой печати. Ну, я просто покажу, это вот в засеке, понятно. Вот это вот скопление, как раз деревень, там, сел и так далее, которые несут на себе, значит, отпечаток фамилий детей боярских 16-17 веков. То есть, ну, которые точно принадлежали, ну, или как-то рядом. Ну, в общем, то есть, это точно проверено, но продолжаем проверять. Все, наверное, будет в будущем, я думаю, будет хорошо. Ну, и, в общем, таким образом, дело мы сегодня закрываем, но отправляем его на доследование, потому что загадки еще остались. Ну, естественно, наука – это вечный поиск. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok